Привет, с вами Сойер, и сегодня мы поговорим про отношения менеджеров и программистов. Поймите меня правильно, я хорошо отношусь к менеджерам, но они делают две вещи, которые меня ужасно бесят. Первая вещь заключается в том, что они заставляют меня работать. Программирование – это творческая профессия. И когда я сижу утром перед компьютером с чашкой кофе и слушаю музыку, это не значит, что я ничего не делаю. Я жду. Жду вдохновения. Но приходят менеджеры и заставляют меня работать. И, конечно же, в такой ситуации написать хороший код просто невозможно. Невозможно писать хорошо без вдохновения. Но менеджеры этого не понимают, они заставляют работать, потому что у них есть сроки. Знаете, почему в мире так много плохого кода? Правильно, это менеджеров, потому что они заставляют работать программистов. Но это не самое страшное. Хуже всего вторая вещь. Менеджеры получают больше программистов, и это ужасно. Они заставляют нас работать и получают за это больше денег. И это бесит гораздо больше. Хуже всего то, что мы сами в этом виноваты. И не потому, что мы ленивы, хотя это тоже. А потому, что мы слишком сложные. Обычные люди не хотят общаться с программистами. Вы были в такой ситуации, что вы общаетесь с человеком, и видите, как с каждым вашим словом он становится все грустнее. А потом вы говорите, что вы программист, и бац, он снова веселый, потому что он понял, проблема не в нем. Это вы программист, вы сложный. Вас можно даже не слушать с этого момента. И вы думаете, что это шутка, но нет. Помните, я в прошлый раз рассказывал про два числа, которые знают программисты. Так вот, многие настоящие программисты на полном серьезе не поняли этой шутки. Потому что у них разорвался шаблон на слове 2. Они мне так и написали, что за число 2. И сейчас вы подумаете, что на этом все закончится. Нет. Сейчас пойдет вторая волна. Те программисты, которые поняли шутку, спросят, а если я знаю, что такое число 2, я что, уже не программист? Потому что у программистов не бывает мелочей. Они не понимают шуток. У них все очень конкретно. И поэтому они сложные. Но среди программистов есть сложные ребята даже по меркам самих программистов. Это функциональщики. И знаете что, ребята, если вы функциональный программист, если вы пишете на функциональном языке программирования, никогда никому не объясняйте, чем вы занимаетесь. Как-то функциональщик пошел с девушкой в кафе, и она спросила его, чем ты занимаешься. И вместо того, чтобы просто сказать, что он программист, он начал ей рассказывать. В какой-то момент она берет стакан с водой, плескает ему в лицо и со словами сам ты монада уходит. Все потому, что у функциональщиков очень сложная терминология. Им нужно быть очень аккуратным. Не все ее понимают. Даже обычные программисты не понимают функциональщиков. Или вот еще случай. Как-то мне звонит друг и говорит, что у него в Windows не работает мышка. Я ему пытаюсь объяснить, что я программист, это не мой профиль. Он говорит, ну что, ты же компьютерщик. Понимаете, обычные люди считают, что программист и компьютерщик – это одно и то же. И тогда я ему говорю, окей, давай решим твою проблему по программистке. По программистке это значит написать все самому и с нуля. Знаете, у нас есть сообщество ITYoutubers.ru. Здесь нужно делать паузу, иметь это в виду. Так вот, как-то нам понадобилось подключить в наше сообщество чат-бот. Вы думаете, мы взяли готовый? Нет. Лег взял и написал его с нуля. Он поступил как истинный программист. И я говорю своему другу, окей, давай поступим как программисты. Был такой чувак, которому тоже не нравился Windows. Его звали Linus Torvalds. И знаешь, что он сделал? Он написал свой ОС, возьми ее и поставь ее себе. Он говорит, спасибо, брат, ты мне помог. Потом я его долгое время не видел, а когда встретил снова, он очень меня благодарил. Он сказал, что Linux открыл ему глаза на мир. Теперь он видит мир иначе. Он учится теперь на программиста. Вот как людей меняет Linux. Будьте с ним аккуратны. Но я хочу вернуться к менеджерам. Люди не хотят общаться с программистами, поэтому они придумали, чтобы с ними общались менеджеры. Но сами менеджеры тоже не хотят общаться с программистами. Они придумали уровни. Менеджеры верхнего звена, высшего звена, среднего звена. Ну и те, которым не повезло. Те, которые обязаны общаться с программистами. И знаете, я очень люблю менеджеров высшего звена. Есть такая фраза, если долго смотреть в бездну, то бездна начнет смотреть в тебя. Иногда, когда я смотрю в свой код, в какой-то момент я начинаю видеть, как он ужасен, и меня поглощает эта бездна. И тогда я иду на выступления топ-менеджеров. Именно там я узнаю, насколько важен я. Ведь если их послушать, то мы, программисты, спасаем мир, спасаем жизни. И вообще без нас ничего не было бы вокруг. Я слушаю, какой я умный. И меня это так вдохновляет, что все остальное отступает назад. Но знаете, что меня смущает? Они почему-то всегда показывают слайды, а не настоящие нашей программы. И как-то раз я подошел к одному из топ-менеджеров и спросил, почему ты не показываешь нашу реальную программу, почему ты показываешь только скриншоты? Он сказал, пойми, если я покажу нашу программу, то ее никто не купит. И в тот момент я понял, что действительно, мы должны писать программы так, чтобы их хотели купить. И с тех пор я только так и делаю, и это мне очень сильно помогло. Спасибо топ-менеджерам, которые понимают в этом толк. Но хуже всего то, что менеджеры иногда были в прошлом программистами. Да, да, это те менеджеры, с которыми мы работаем. Многие из них в прошлом были программистами. И проблема в том, что помните, что программисты знают только два числа? Так вот, менеджеры знают только одно число – пять. Пять минут и вчера. И если вы общаетесь с менеджером и говорите, что на решение задачи нужно две недели, он говорит – нет, здесь максимум работы на пять минут. Ты говоришь – нет же, здесь много работы. А он говорит – тебе что, показать, как нужно делать? Вот здесь вам нужно быть очень осторожными. Если менеджер сказал – хочешь, я тебе покажу, как нужно сделать? Нужно говорить – нет, всегда нет, без вариантов. Однажды я сказал – да. И знаете что, у нас есть еще тестировщики. Когда одного из них откачали через три дня в больнице, он попросил дать ему слово, что я больше никогда не дам менеджеру лезть в код. Я дал ему слово и больше его никогда не нарушил. Потому что это страшно, то, что делают менеджеры, которые вдруг вспомнили, что они когда-то были программистами. И поймите меня правильно, я ничего против менеджеров не имею. Но вот это их число пять, с ним нужно тоже работать. Когда вам менеджер говорит, сколько времени нужно на эту вещь, вы говорите – пять минут. И когда он приходит через пять минут, вы говорите – ой, чуть-чуть не успел, дай мне еще пять минут. И так вы продолжаете ровно до тех пор, пока не закончите всю работу. Именно поэтому менеджеры думают, что программисты не умеют оценивать сроки. Просто если им назовешь другую цифру, они ее не поймут. А менеджеру нужно отчитаться перед руководством, поэтому он понимает только цифру пять минут. Поэтому, ребята, поймите, мы сами виноваты, что появились менеджеры. Мы программисты слишком сложные. Наша профессия слишком творческая. И нам нужен кто-то, кто будет спасать нас от обычных людей, а обычных людей спасать от нас. Но если мы станем проще, если мы будем искать варианты и пытаться писать софт, который можно показывать, а не показывают только его скриншоты, то, вероятно, ситуация изменится. Давайте работать на этом. И, может быть, тогда не будет менеджеров с их большими зарплатами и постоянными пятиминутными нагрузками. Спасибо, что слушали. Это был Сойер. До свидания. До свидания.